Здравствуйте! Сегодня я расскажу о том, как во второй половине 2021 года собрать компьютер, который будет хорошо работать и просто радовать. Рассказ будет идти на базе моего собственного опыта, потому что две недели назад я собрал совершенно новую конфигурацию, которая производит на меня крайне приятное впечатление. Но в то же время я буду добавлять в рассказ некоторые общие моменты, которые помогут вам выбрать конфигурацию вашей собственной мечты, потому что совершенно не факт, что мои потребности полностью совпадают с вашими. Но вооружившись знаниями из моего рассказа, вы сможете выбрать именно то, что подходит лично вам. В общем, меньше слов, больше дела, айда к рассказу. Важный нюанс. Если вам по каким-то причинам не хочется смотреть ролик, или вы лучше воспринимаете текстовую информацию, у этого обзора, у этого ролика есть текстовая версия. Ссылка на неё добавлена в описании. И вы можете её прямо сейчас начать читать. Но я постараюсь поменьше пересекаться с текстом, ну потому что мне просто лень пересказывать его ещё один раз. Я буду добавлять некоторые тонкости, которые вам обязательно пригодятся. Но, повторюсь, это полностью ваш выбор. Хотите читать текст? Читайте текст. Свой первый апгрейд я сделал в далёком 1996 году. Я перешёл с 286 компьютера, который мне отдали за ненадобностью, на 386, который, в общем-то, мне тоже отдали за ненадобностью. Но вот для меня тогда переход с EGA-монитора на VGA-монитор, это было что-то совершенно ошеломительное. Молодёжи, наверное, просто не понять, что это такое, когда ты переходишь с 16-цветный палитр на 256-цветную. Это совершенно ошеломительное впечатление. Мне тогда казалось, что ну всё, идеал достигнут. И кажется, даже когда я потом переходил на 64 тысячи цветов, на 16 миллионов цветов, это уже было не так остро и классно. Но вот тогда, это был первый апгрейд, я его запомнил, и вот с тех самых пор, 25 лет, я постоянно делаю апгрейды. Апгрейды бывали очень разного уровня. Иногда действительно было такое революционное преобразование компьютера. А иногда просто памяти немножко добавлял. Но всегда это было движение вверх. И вот впервые в жизни, в августе 2021 года, я сделал самый настоящий даунгрейд. Я перешёл с невероятно мощного AMD Ryzen 9 5950X на Intel Core i5-11500. Это Intel Core 11-го поколения, внутри которого работает 6 ядер. А в Ryzen 9, на минуточку, их было 16 штук. То есть с 16 на 6. Бенчмарки очень заметно приуныли. А вот я почему-то нет. Интрига. Сразу скажу, что про Ryzen 9 5950X у меня нет ни одного плохого слова. Система, которую я собрал на нём, работала просто безупречно. Она была мощной, она была не очень горячей и при этом, на удивление, тихой. То есть для охлаждения этого 16-ядерного монстра мне понадобился просто мощный воздушный кулер, который даже не особо разгонялся до своих максимальных оборотов. Поэтому, если бы я был нормальным человеком, а не журналистом, IT-журналистом, то я бы, наверное, просидел на этом 16-ядернике лет 5. Вот серьёзно. Потому что запас мощности, он какой-то ошеломительный. То есть, да, конечно, через годик-другой появится новая, в массовом сегменте, разумеется, появятся новые технологии, появится память DDR5, появится шина PCI-Express 5.0, то есть много чего появится. Но ещё раз повторюсь, что нормальному человеку, который просто работает на компьютере, запаса, который есть в Ryzen 9 5 950X, хватит сегодня очень и очень надолго. Но я просто в силу своей профессии не могу себе позволить годами сидеть на одной и той же системе. Мне нужно обязательно проверять, а что там происходит нового на каждой из платформ. А единственный способ проверить, это полностью переехать на новую платформу на несколько месяцев. Другого способа просто нет, ты иначе не прочувствуешь все тонкости. К сожалению, должен признаться, я так увлёкся изучением платформы AMD, на которой я в последний раз сидел ещё во времена первых Pentium, то есть помните, такой был K5PR-133. После него я ни разу на AMD не был. И когда появилась возможность туда заехать, я увлёкся. И поэтому я практически пропустил 10-е поколение Intel Core. Такое было единственное мимолётное знакомство, когда я собирал компьютер для своих родителей. Кстати, тоже добавлю ссылку на статью в описании. Как выяснилось, она очень полезная. По крайней мере, если верить счётчику, это одна из самых популярных статей у меня на сайте. Но я лично на 10-м поколении не сидел. Мой последний компьютер на Intel платформе был на Core i7-9700. То есть позапрошлое поколение. И когда я понял, что я чё-то как-то задержался, решил попробовать 11-е поколение и погрузиться в него полностью. Первым позывом было перейти на Core i7 или даже на Core i9. Ну а тут я подумал, а как же там люди? Дело в том, что флагманы, несомненно, прекрасны. Но нужны они далеко не всем. А многим из тех, кому они таки нужны, не очень хватает на них средств. Поэтому, если мы посмотрим на статистику продаж, то львиная доля этих самых продаж приходится на процессоры уровня Core i5 и ниже. Причём даже Core i5 берут не какие-то топовые, знаете, которые с повышенной способностью к разгону, с увеличенными частотами, вот с индексом K на конце, а такие простенькие. И я решил пройти по краю. Я взял средненький Core i5 безо всяких там индексов. То есть Core i5-11500 это абсолютно средняя модель. Есть выше, есть ниже, но у неё 6 ядер и по 2 потока команд на каждое ядро. К этому процессору я взял довольно приличное окружение. По двум причинам. Во-первых, на тот случай, если я начну сомневаться, что-то как-то медленно, как-то не так, я хочу быть уверенным, что в этом виноват процессор. Потому что иначе просто не поймёшь. А во-вторых, если я надумаю делать апгрейд, то я хочу сделать его по-человечески, без дополнительных затрат и ухищрений. Просто вынуть старый процессор и поставить новый, более быстрый. Так что Core i5-11500. Изучая характеристики нового процессора, я ловился на мысли, что они кажутся какими-то знакомыми. Где-то мы с ними уже встречались. И таки да, действительно встречались 3 года назад. Когда я собирал мощный по тем временам компьютер на Core i7-8086K. В своё время Intel выпустил такой юбилейный процессор в честь самого первого процессора 8-086. И вот он 3 года назад был крайне крут. 6 ядер по 2 потока данных на каждое. 12 МБ смарт-кэша. 14-мм технология производства. И вот всё это я увидел в Core i5-11500, который очень даже свеженький. Отличия, конечно, тоже имеют место. Например, у старого процессора Core i7-TDP тепловой пакет был 95 Вт, а у нынешнего всего 65 Вт. Но это привязано в первую очередь к базовой частоте. У Core i7 она была 4 ГГц, а у нашего нового героя всего 2,7 ГГц. То есть разница в полтора раза. Но в то же время я как-то очень скептически отношусь ко всем этим базовым частотам, потому что частоты, они имеют привычку плавать. Они скачут туда-сюда, и если процессор не нагружен, то они падают там меньше ГГц, а если нагружен, то взлетают. Например, максимальная частота у Core i7 была 5 ГГц, а у нашего героя 4,6 ГГц. Ну что, в общем-то, тоже примерно то же самое. И самый тонкий момент, что вот раньше, когда давным-давно, вот этот разгон до максимальных частот, он был такой призрачный. Там одно ядро могло подняться и мгновенно опуститься. Недолго музыка играла. Теперь же они могут пахать на максимальной частоте очень долго, практически сколько нужно. И не по одному, а сразу скопом. Если ваш кулер позволяет им не перегреваться, они будут пахать на максимальной частоте столько, сколько нужно. И поэтому, повторюсь, вот эта грань между базовыми частотами разных моделей лично на меня производит очень такое лёгкое впечатление. Но если сравнивать Core i5-11500 не с какими-то винтажными моделями, а с чем-то поновее, ну, например, с Core i5-10500, который вышел год назад, то нормальный человек разницы вообще не заметит. Там, знаете, это 100 МГц сюда, 100 МГц туда и всё. Но на самом деле, 11-е поколение имеет очень важное, психологически важное отличие. Там появилась поддержка шины PCI-Express 4.0. Эта шина, ну, вот так, если совсем по-простому, она главным образом, что она делает, она позволяет увеличить скорость работы с SSD с 4 ГБ в секунду до 8 ГБ в секунду. Я, разумеется, говорю об SSD, которые подключаются напрямую к материнской плате, а не вот те, которые выглядят примерно так же, как обычные харды 2,5 дюйма. Так вот, я думаю, что эта шина довольно двояка. С одной стороны, прогресс нельзя не похвалить, слава богу, что он появился, но реальной пользы от этой шины пока очень и очень мало. И мы остановимся на этой самой пользе призрачной чуть ниже. Современные компьютеры без кулеров не живут, и поэтому, когда я беру новый процессор, я обычно сразу же покупаю к нему какую-нибудь солидную башню. Но, когда я собирал компьютер для родителей на Intel Core i3 10-го поколения, на меня очень приятное впечатление произвел боксовый кулер. И в случае с Core i5 я тоже решил попробовать обойтись им. Кулер произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, он, несомненно, эффективен, и он бесплатен, фактически бесплатен. Разница между OEM-версией процессора и боксовой с кулером в комплекте составляет 100-150 рублей. А иногда бывает так, что в одном и том же магазине боксовый стоит, наоборот, дешевле. То есть бесплатность – это хорошо. Также кулер действительно хорошо справляется с охлаждением своего подопечного. То есть никакого троттлинга, причем я пробовал на эти 30 минут 100% загрузка, никаких провалов частот, все абсолютно в пределах паспортных характеристик, но под полной нагрузкой его слышно. У меня ощущение, что грань между бесшумной и неприятно шумной работой проходит где-то на 1100 оборотах в минуту. Это, в общем-то, не какой-то супер страшный шум. Я помню кулеры, которые были гораздо менее приятны, но все-таки я потерпел, потерпел и переехал. Купил Deepcool Gamax 300. Кулер оказался просто на удивление приличным. За 1000 рублей он мне понизил максимальную температуру процессора под 100% нагрузкой на 20 градусов. То есть оно и так-то было нормально абсолютно в пределах характеристик заданных процессора, но стало еще на 20 градусов холоднее. При этом кулер основную часть времени работает абсолютно бесшумно. Его начинаешь немножечко слышать именно тогда, когда процессор получает 100% нагрузку. Как только нагрузка снижается, кулер мгновенно затихает. В общем, за свою цену горячо рекомендую. Он подходит для всех процессоров с TDP, с тепловым пакетом до 95 Вт. Ну, вообще на коробке с кулером написано, что он может до 130 Вт. Но надо понимать, что производители процессоров в последнее время какие-то очень оптимистичные. Если на кулере написано, что он 65 Вт, то, скорее всего, лучше подстраховаться и взять пропеллер, который до 100 Вт. И, соответственно, если он 95 Вт, то пусть будет написано до 130 Вт. То есть он, конечно, справится. Он, конечно, справится и 125 Вт, но, скорее всего, он будет при этом работать на максимальных оборотах, а это уже удовольствие ниже среднего. Переходим к материнской плате. Есть какой-то элемент мистики в том, что каждый раз, когда я выбираю мамку для нового компьютера на платформе Intel, я всё время останавливаюсь именно на ТАВ Гейминг в последние годы. Я не знаю, с чем это связано, потому что, знаете, я даже иногда думаю, не сходить ли мне налево, смотрю, что там у конкурентов, вдруг что-нибудь интересное предлагают, и в итоге всё равно беру Asus ТАВ Гейминг. Вот такая история. И в этот раз, вот как можно заметить, получилось ровно то же самое. От материнской платы мне нужно было следующее. Во-первых, топовый чипсет Intel Z590. На интеловской платформе правильно брать топовые чипсеты. Вы об этом никогда не пожалеете. Во-вторых, мне нужен был Wi-Fi. Это может показаться немножечко странным, но я всегда беру материнские платы с совсем редкими исключениями, с поддержкой Wi-Fi, и ещё ни разу об этом не пожалел. Ну вот единственное, что, знаете, брал для родительского компьютера без Wi-Fi, думал, что не пригодится, а он таки пригодился, и пришлось покупать дополнительный адаптер, что, в общем-то, небольшие деньги, но дополнительные хлопоты. А когда Wi-Fi уже есть в материнской плате, вот пусть он там будет в один прекрасный день, вы обязательно скажете себе спасибо за то, что он там есть. В-третьих, мне нужно было усиленное питание, как можно больше линий этого самого питания в пределах разумного. В-четвёртых, я хотел два слота M.2 для установки SSD прямо в плату. И в-пятых, мне нужно было как можно больше интерфейсов для подключения кулеров. Потому что у меня корпуса такие очень продвинутые, в них пропеллеров напихано до известной матери, и я, честно говоря, сталкивался с ситуацией, когда ты покупаешь вроде бы такую хорошую мамку, а мест для пропеллеров не хватает. Приходится использовать разного рода переходники, которые, во-первых, стоят денег, во-вторых, некрасивые. Поэтому чем больше интерфейсов для кулеров, тем лучше. Проще всего было с сочетанием чипсета Intel Z590 и двух слотов под SSD. Вот знаете, трудно найти материнскую плату, где этого нет. Есть Z590, есть два слота под твердотельные накопители. А вот с остальным уже не всё так однозначно. Там есть 16 линий питания, но нет Wi-Fi. Есть Wi-Fi, но нет достаточного количества интерфейсов под кулера. То есть, например, на материнской плате их всего 4 штуки, а у меня минимум 5 в корпусе стоит. Или там есть разъёмы, но всего 8 фаз питания. В общем, когда начинаешь в этом копаться, то приунываешь. Но в итоге я нашёл то, что мне нужно. Тем, что мне нужно, оказался Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi. В этой плате обнаружилось как раз всё, что мне нужно. Даже не 2, а 3 слота под SSD, 6 интерфейсов для кулеров. И, как можно понять по названию, там и есть Wi-Fi. Плюс, поскольку это TUF Gaming, тут укреплено всё, что можно и нельзя. То есть, во-первых, укреплён слот для видеокарты, чтобы ты не мог ничего разболтать от частого дёргания туда-сюда. Все порты защищены от статики и повышения напряжения. То есть, сейчас и порт Ethernet в частности. До сих пор мне постоянно приходят письма от читателей, где они жалуются. Вот, в дом ударила молния, причём не обязательно в частный дом. Многоквартирный дом тоже. И сдох порт Ethernet. А иногда он с собой ещё и мамку прихватывает. Печальная ситуация. Я сам с ней сталкивался в последний раз, наверное, лет 15 назад. Но с тех пор просто выбираю материнские платы, где от этого есть защита. Вот TUF Gaming как раз одна из таких. Плюс здесь встроенные предохранители в саму материнскую плату, которые защищают компоненты от каких-то коротких замыканий, например, от падения болтика на работающую плату. Вот здесь защита от дурака в хорошем смысле присутствует везде. Несмотря на то, что плата относится к недорогому сегменту, это всё-таки не Rockstrix, здесь присутствуют очень продвинутые инструменты для разгона. Причём как для ручного разгона, так и для автоматического. Честно говоря, я уже давно не ковырялся вручную. Знаете, когда залезаешь, по мегагерцу добавляешь частоту шины, играешься с частотами памяти, с таймингами, с поднятием напряжения. Это всё делать на плате можно. Но для таких ленивых парней, как я, есть автоматический режим оверклокинга. Ты просто говоришь, так, а ну-ка, давай-ка там, пошурши, поприкидывай, как лучше. И оно это делает. То есть там проходит буквально 5 минут, и у вас там память, частота памяти взлетает до приятного уровня. А если процессор оверклокерский с индексом K на конце, то и с частотой процессора может произойти приятная. И это уже гарантированное уровне, которое плата сама проверила, и там не будет такого, что под нагрузкой к процессору или память дадут дуба. Если вы хотите узнать ещё больше про эту материнскую плату, я приглашаю вас почитать текстовую версию обзора, а также посмотреть ролик, который мы записали не так давно с Сергеем Пахомовым. Он очень и очень подробно, а главное, интересно и доходчиво рассказывает об отличиях реализации чипсета Intel Z590 на современных платах Asus. Уверен, вы не зря потратите время на просмотр и получите от него удовольствие. Память я взял не простую, а GoodRam ARDM PRO DDR4 Deep Black. Она может работать на частоте до 3,6 ГГц с таймингами 18-22-22. Но тут я немножечко обхитрил систему, я вставил модуль в материнскую плату и сказал материнской плате, а ну-ка, давай-ка, скажи там, какую-то частоту хочешь поставить. Материнская плата подумала и сказала, будет 3000 МГц. Я сказал, окей, потому что, как показывает мой опыт, повышение частоты памяти выше определённого уровня заметно повышает энергопотребление системы, а нащупать вот эту вот пользу от дополнительного прироста свыше 3 ГГц на самом деле довольно трудно. По крайней мере, даже в бенчмарках оно уже не очень бьётся. Вот эти времена, когда необходимо было гнаться за максимальными частотами, они закончились даже на платформе AMD. Там уже вот после где-то 3 ГГц, даже 2,6 ГГц уже никакого ощутимого реального прироста не наблюдается. Поэтому гнаться за мега-частотами смысла уже не вижу. Остальные компоненты, к счастью, покупать не пришлось, потому что они у меня уже были. Я говорю о видеокарте Asus ROG Strix RTX 2080 Gaming, которая до сих пор очень хороша, хотя 3080, конечно, хочется, но кусается. Также я перетащил сюда звуковую карту Sound Blaster AE9, лучше которой я пока просто ничего не встречал. Всё это обитает в корпусе Asus TUF Gaming GT501, который у меня уже 2 года, которым я абсолютно доволен. Учитывая, что это вообще первый корпус, который Asus выпустила под своим брендом, он получился ну ни разу не первый блинкомом. Очень классный, очень удобный, как для сборки, так и для комфорта компонентов. Единственное, к чему я могу вот придраться, это 140-миллиметровый кулер, который стоит на выдув. Он чутка шумноват. Я думаю, что я его скоро поменяю там на какую-нибудь ногту. Оно в остальном, повторюсь, просто классная модель. Он продаётся до сих пор, и я, в общем-то, не вижу причин, почему ему не продаваться ещё несколько лет. Любопытная история вышла с накопителями. Когда я переходил на платформу AMD, которая поддерживает PCI-Express 4.0 уже не первый год, я немедленно приобрёл SSD с поддержкой этого самого PCI-Express 4.0. Тогда особого выбора не было. Это был Gigabyte Aorus NVMe Gen 4.0. Стоил он довольно крепко, но, повторюсь, выбирать особо не приходилось. Между нами говоря, какого-то отношения к этому SSD Gigabyte практически не имеет, потому что, как и большинство SSD, выпущенных на контроллере FISON E16, он целиком сделан этим самым FISON-ом. То есть, вот прямо целиком. Они просто брали и продавали их разным компаниям, хотя лепили свои наклейки. Поэтому одну и ту же модель можно было купить под очень разными брендами. Я купил под Gigabyte. Понимаете, какая история? По бенчмаркам, особенно по последовательному чтению, этот накопитель был абсолютно фантастическим. Там, знаете, под 5 ГБ в секунду. Вау! Красотища неимоверная. Но проблема в том, что во повседневных задачах, где требуется работа с мелкими файлами, этот контроллер, назовём вещи своими именами, жиденько обсирался. И он тупил так, как, в общем-то, не тупил у меня ни один даже бюджетный накопитель с поддержкой шины PCI-Express 3.0. Но поскольку я его уж купил, ну куда деваться, приходилось пользоваться. После того, как Intel объявила о поддержке PCI-Express 4.0 на своей платформе, индустрию как прорвало. И пошли, пошли, пошли новые контроллеры с поддержкой PCI-Express 4.0 для SSD. И сейчас выбор уже довольно приличный. Поскольку этому SSD чуть больше года, я решил, по крайней мере, первое время использовать его и в новой системе. И вот начал, переставил, переустановил операционную систему, ещё раз переустановил. Были всякие мелкие шероховатости. А потом, что-то мне было лень переустанавливать, и я решил загрузиться со старинного SSD Intel Optane 900P. Он вышел, страшно сказать, в 2017 году. И я, собственно, с него слез, потому что там объём у моей модели всего 280 гигабайт. А у старшей, которая мне тогда вообще была не по карману, там было 480. И вот я его вставил, он вставляется прямо в слот PCI-Express, не в M2. Установил операционную систему, поставил Softinus, все свои любимые игрушки поставил. И как стало хорошо! То есть, по бенчмаркам, там слёзы на глазах. Там реально что-то... Чтение 1700 МБ в секунду по сравнению с 5 ГБ на... С 5 ГБ на ГБ это вроде бы ничего. Но система стала настолько быстрой, настолько отзывчивой, что я просто обомлел. А дело в том, что Optane, они очень ловко работают с файлами маленьких размеров. Им просто на самом деле пофигу. Большой файл, маленький. Они всё пишут с одинаковой скоростью. И вот это так яростно сказалось на пользовательских впечатлениях, что я в итоге вытащил Bugogite и оставил этот самый Optane. Потому что у меня файлы хранятся на 2,5-дюймовых SSD, 1 на 4 ТБ, а второй на 1 ТБ. В общем, мне хватает. А для системы 280 ГБ, в общем-то, терпимо. Для системы и 1-2 любимых игр. Этот накопитель, как можно догадаться, поддерживает только шины PCI-Express 3.0. Причём почему-то я до сих пор не понимаю, почему он у меня не завёлся на своей максимальной скорости. Он поддерживает PCI-Express 3.0 X4, а у меня получилось только X2. И хоть ты тресни, не хочет больше. Но даже PCI-Express 3.0, даже X2, он настолько хорош, что я понял, знаете, вот PCI-Express 4.0 это важно, это будущее, бла-бла-бла. Но если SSD сделан по уму и поддерживает только старую PCI-Express 3.0, всё с ним хорошо. Поэтому я остался на Optane 900p, и вот пока не вижу причин, почему бы мне с него уйти. Такую плавность системы под Windows я просто как-то и не видел. После завершения сборки, установки всего привычного софта, назначения всех привычных буковок накопителем, я принялся работать и одновременно прислушиваться к своим впечатлениям. Ну, потому что, понимаете, у меня на Ryzen 9 5 950X было 16 ядер, а теперь всего 6. Ну, должно же стать хуже, ну, я же должен что-то почувствовать. И вот я сижу, работаю и ничего не чувствую. Наоборот. Благодаря Optane, этому 900p, стало гораздо быстрее. Я говорю, что если бы я этот Optane поставил в AMD-шную систему, оно тоже было бы быстро, точно так же, а может быть, ещё как-то и поинтенсивнее. Но, понимаете, какая история? Вот, минус 10 ядер, а разницы в удовольствии нет. Всё так же хорошо и быстро. В общем, в повседневной работе это браузер с большим количеством вкладок, это Word, в котором я пишу свои текста, это Photoshop, в котором я постоянно обрабатываю иллюстрации, это просмотр картинок, там, в ACDC, это что ещё? Что я забыл? Что я забыл? Видео я обрабатываю на Маке, но мне так удобнее, просто и получается быстрее. Поэтому про видео это отдельная тема. В видео, конечно бы, я разницу почувствовал, потому что 16 ядер и 6, это, знаете, две большие разницы. Но если вы не монтируете видео, то, скорее всего, вы эту вот дельту 16 и 6 вообще не ощутите. В играх всё упирается в видеокарту. Тут, наверное, ничего нового я вам не скажу. На Ryzen 9 5950X максимальная загрузка процессора в моей любимой игре World of Tanks в разрешении 3440 на 1440 точек. У меня широкоформатный монитор. Вот на ультра настройках графики загрузка процессора была 22%. 22. А на Core i5 11500 стало 45%. То есть, там, в два раза выросло. Это не значит, что нет игр, которые попросят больше. То есть, наверняка, есть такие замечательные игрушечки, которые загрузят Core i5 шестиядерный на 100% и попросят ещё. Но, скорее всего, скорее всего, они попросят не много дополнительных ядер, а побольше тактовую частоту. Вот всё упирается в игрушки. Я думаю, что придёт время, когда игры раскушивают процессоры и начнут использовать максимальное количество ядер, там, и 12, и 16. Но пока, вот, я думаю, ближайшие года два, всё упирается в видяху. Если у вас видеокарта огонь, то и всё остальное будет быстро. А если процессор невероятно мощный, а видеокарта, ну, так, серединки наполовинку со 128-битной шиной памяти, то рекордов вы не поставите. В процессорных бенчмарках AMD Ryzen 9 5950X совершенно ожидаемо рвёт курая 5 как тузик грелку. Я, с вашего позволения, возьму в руки бумажечку, потому что сейчас будет много цифр, все наизусть не помнят. Я всё рассказывал по памяти, без суфлёра, и вот такое количество цифр упихать в башку трудно. Так вот, есть такой очень достойный бенчмарк, недооценённый многими, именуемый 7-Zip. Вообще, это архиватор. Но в него встроен бенчмарк, который очень здорово умеет нагружать процессора и использовать все их скрытые возможности. Так вот, на 5 950X и на Core i5-11500 он показывает, соответственно, 128 839 баллов и 59 082. Там не баллы, там MIPS. то есть, ещё раз, 128 000 и 59 000. Разрыв колоссальный. Но, если мы начнём считать на ядро производительность, то мы получим, что одно ядро Ryzen выбивает 8052 MIPS, а одно ядро Intel Core выбивает 9847 MIPS. То есть, 8000 и почти 10000. Разница, на мой взгляд, весьма ощутимая. То есть, получается, вот если посчитать приблизительно, то 6-ядерный Core i5 это примерно как 7,5-ядерный Ryzen. Тут, правда, ещё очень важный момент, что в Ryzen 9 5950X частота несколько придушена по сравнению с 8-ядерными Ryzen 7. Ну, просто потому, что их ядер много и чтобы они друг друга не сожгли от усердия, нужно частотку немножко повысить. Поэтому, наверное, 8-ядерный Ryzen 7 бы прям прошёл вровень с Core i5. Но, тем не менее, Delta имеет место и она меня очень позабавила, потому что раньше 7-Zip всегда показывал преимущество именно AMD-шных процессов. Ещё я люблю бенчмарк PhotoWorks. Он встроен в приложение AIDA64 и имитирует различные операции с фотографиями. Так вот, в этом бенчмарке 6-ядерный Core i5 цинично надрал 16-ядерный Ryzen 9 5-950X. Цифры получились такие, что, значит, Core i5 выдал 30 770 мегапикселей в секунду, а Ryzen 9 выдал 28 972 мегапикселей в секунду. Разница в 2000. Тут есть страшный секрет. Дело в том, что этот PhotoWorks, как и большинство приложений, работающих с фотографиями, не умеет использовать больше 6-ти ядер. Поэтому тут шло соревнование именно 6-ти ядер из одного процессора и 6-ти из 16-ти из другого. Но, тем не менее, вот эта победа в таком важном, на мой взгляд, бенчмарке меня крайне позабавила. В бенчмарке на скорость шифрования по алгоритму AES, кстати, придуманному Intel, AMD Ryzen 9 показывает Core i5 его место. Цифры получаются такие, то есть, на Ryzen 9 255 504 Мбайта в секунду против 112 799 Мбайта в секунду на Core i5. Но, если мы опять вооружимся калькулятором и поделим производительность, чтобы получить производительность на ядро, мы получим, что Intel снова чутка впереди. Одно ядро Intel выбивает 18799 Мбайта в секунду, а одно ядро Ryzen 9 выдает 15969 Мбайта в секунду. Это тоже хорошо, но, вот видите, одно ядро корышка, причем бюджетного корышка, оказывается несколько эффективнее. А вот где AMD побеждает совершенно безоговорочно и с разгромным счетом, это операции с плавающей точкой. Есть такой бенчмарк Sinjulia, который также встроен в приложение AIDA64. Так вот, там мы получаем следующее. Sinjulia это вычисление с 80-разрядной точностью, то есть это реально хардкор. Ryzen 9 выдает там 25714 баллов, а Core i5 выдает 7320 баллов, то есть больше чем в 3 раза разрыв. Если мы начнем считать производительность на ядро, то у Ryzen получится 1607 баллов, а у Core i5 1220, 1600 и 1200. Ну, нет комментариев. Для меня это очень странно, потому что процессоры Intel всегда отличались в лучшую сторону именно тем, что они мощно считают операции с плавающей точкой. И что произошло, что случилось, я не знаю, но AMD побеждает. Если же подвести некоторый итог именно по ядрам, то получится, что у Intel они до сих пор немножечко лучше. Ну, не все, не все занимаются операциями с плавающей точкой, и вполне возможно, что вы просто никогда с этой задачей не столкнетесь. Но вот в среднем, в среднем по больнице ядра у Intel действительно до сих пор быстрее, причем даже на относительно невысоких частотах. Я просто напомню, что базовая частота Core i5-11500 это 2,7 ГГц. У AMD она заметно выше. Но понимаете, какая неприятная штука? У Intel в 11-ом поколении 8 ядер в процессоре это предел. То есть даже Core i7, даже Core i9 они все восьмиядерные. Да, у них там большие частоты, но 8 ядер и все. А у AMD 8 ядер это только начало, это Ryzen 7. А еще есть Ryzen 9 с 12 и 16 ядрами. И наваливая скопом, они, конечно, показывают гораздо более достойный результат, если приложения это умеют. Если приложения умеют использовать большое количество ядер. Справедливости ради таких приложений все больше и больше. И в профессиональной среде их просто большинство. Поэтому, если стоит задача работать, если стоит задача обработки больших изображений на потоке в профессиональных редакторах, если стоит задача редактирования видео, рендеринга видео, то тут вопросов вообще нет, надо брать 12 или 16 ядер. А нормальному человеку, который просто работает что-то делает и играет, ядра Intel до сих пор таки кошернее. И еще немножко про энергопотребление. Я когда работал за компьютером на AMD Ryzen 9 5 950x немножко переживал, ну что это такое, я сижу в варде, я сижу в варде, ничего не делаю, процессор фактически работает в холостую и кушает электричество. Вот в режиме простоя, ну я называю простоем, это когда ворд плюс браузер, система на Ryzen 9 5 950x кушала 128 ватт, а под полной загрузкой процессора она потребляла и потребляет до сих пор 250 ватт. Запомнили? 128 ватт и 250 ватт. И вот когда я переехал на Core i5 11500, когда я перенес все то же самое, что было в системе на AMD, ну за исключением SSD, который теперь немножечко другой, у меня получилось 110 ватт в режиме простоя фактически и 202 ватта под полной загрузкой процессора. Честно говоря, я думал, что Delta будет сильно больше, потому что 16 ватт, монстрил, он же жрать должен, а получается, что вот в обычном режиме это, ну, слышите, 18 ватт, это ни о чем, это чтобы нажечь на киловатт, это сколько надо пахать, а под 100% нагрузкой, ну там тоже, в общем-то, наверное, побольше суток приходится, придется выжигать этот киловатт, но если вы круглосуточно загружаете процессор на 100%, вы, наверное, знаете, для чего это нужно, и, наверное, вы на этом зарабатываете деньги. Поэтому я впечатлен, впечатлен тем, какую экономию электроэнергии смогли обеспечить ВМД на своем 16-ти ядерном монстриле и несколько огорчен, сколько кушает Intel. Очень хочется верить, что с переходом на более тонкий техпроцесс, аппетиты все-таки этих замечательных быстрых ядер, которые в Intel Core 11-го поколения удастся несколько придушить. Ну что же, давайте подведем итог. У меня всегда вызывает какое-то негативное отношение человек, который сидит на флагманах и так снисходительно говорить людям ну не, 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 не обязательно покупать топовые устройства, вот середнячки, бюджетнички, они тоже нормальные, все будет хорошо, покупайте, покупайте, сидите, сидите. Что-то в этом есть неправильное. Так вот, я уже две недели сижу за компьютером, в котором стоит Core i5 11500. Это процессор, в котором всего 6 ядер, который стоит 20 тысяч рублей. Это на 53 тысячи рублей дешевле, чем Ryzen 9 5 950X. То есть, сколько, значит, там, 73 тысячи и 20 тысяч. Почувствуйте разницу. Так вот, я этой разницы не чувствую. В моих задачах, а мои задачи, за исключением работы с видео, которой я занимаюсь на других платформах, они абсолютно заурядны для 95% домашних пользователей. Так вот, разница между шестью ядрами. И шестнадцатью ее просто нет. Наоборот, благодаря тому, что я подобрал хороший SSD, мне стало лучше. Мне стало быстрее и комфортнее. Поэтому, друзья мои, не гонитесь за ядрами, не комплексуйте, что у кого-то там ядра больше. Фигня все это. Вот 6-8 ядер это разумный предел, выше которого прыгать скорее всего не нужно. Если вы не знаете зачем, то вам точно не нужно выше. Да и с шиной PCI-Express 4.0 все не так однозначно. Как я лично убедился, хороший накопитель с PCI-Express 3.0 он ничуть не хуже, наоборот, лучше, чем какой-нибудь SSD с поддержкой PCI-Express 4.0. Сама себе пропускная способность ничего не решает. Решает контроллер, решает использованная память, решает мозг, а не просто какая-то пропускная способность. Я в текстовой версии обзора добавил ссылку на подборку материалов от моего старого товарища и коллеги Андрея Кожемяка с XBT.com. Он постоянно тестирует новое SSD, и его обзор мне очень нравится тем, что кроме сильной технической составляющей, в них присутствует человечинка, такая житейская сметка, когда Андрей каждый раз вам объясняет, что вы получите, если купите тот или иной SSD, какие у него слабые и сильные места, именно с такой пользовательской точки зрения. Андрей пишет замечательно, я очень люблю читать его обзоры. В текстовую версию этого обзора я добавил калькуляцию, где написано, что, сколько стоит, и на какую сумму в целом потянула система. Если интересно, кликните по ссылке, посмотрите. Но сразу скажу, что процессор это не главный пожиратель бабла. Сегодня у него есть очень серьезный конкурент. Я думаю, вы знаете, о каком именно конкуренте я говорю. Но давайте на прощание зафиксируем, что 6-8 ядер, даже просто 6 ядер, это абсолютно достаточно для работы. И приобретя процессор с таким количеством ядер, вы не будете чувствовать себя ущербным по сравнению с 12-16 ядрами. Вы будете получать от работы удовольствие, если остальные компоненты тоже будут хорошими. Ну и если, конечно, вы выбрали работу по душе. Все, друзья, спасибо, что посмотрели. У моего проекта есть страничка на спонсор.ру, это такой сайт, где можно оформить подписку и получать доступ ко всем моим материалам раньше, примерно на неделю по сравнению с остальной аудиторией. Если вам это интересно, если вы хотите поддерживать производство хорошего контента, хороший контент стоит хороших денег, потому что и технику необходимо покупать, и билеты, если это поездки на интервью, и гостиницы, и еда для Сергея Вильянова. В общем, если вы хотите поддержать проект, спонсор.ру, ссылку вы сейчас видите, и она есть в описании. Также у меня есть телеграм-канал, где выходят все анонсы всех материалов и дополнительные посты, которые вы просто нигде не прочитаете. Подписка на телеграм пока доступна абсолютно всем желающим. Все, спасибо за ваше время еще раз, это было здорово, надеюсь, эти знания вам пригодятся уже в ближайшем будущем, и обязательно заходите еще. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok